Всем здравствуйте! В актерство, по собственному признанию, Алексей Гуськов пришел случайно, а теперь не мыслит без сцены и кинокамеры жизнь. Однако артист не гонится за разнообразием ролей и количеством пунктов в фильмографии. Алексея вполне устраивает то, чем он занят в данную минуту, потому что жизненные мгновения не повторяются. Алексей Геннадьевич Гуськов родился 20 мая 1958 года в польском городе Бжек в семье военного летчика. До шести лет Алексей прожил в Польше, а потом семья переехала в Киев. Через год отец погиб при исполнении служебных обязанностей. Все семейные заботы легли на плечи мамы, оставшейся единственной кормилицей семьи. В молодости Алексей был подвижным и спортивным парнем. Он посещал футбольную школу, увлекался тяжелой атлетикой, академической греблей и баскетболом. Задуматься о карьере профессионального артиста-парня заставили слова преподавателя математики страстной поклонницы театра. Педагог отметила в 16-летнем ученике особый талант и как-то невзначай посоветовала Леша попробовать себя в творческой профессии. После окончания школы Гуськов отправился в Москву и поступил в Высшее техническое училище имени Баумана, но не перестал при этом мечтать о сцене. Не окончив Бауманку, Алексей решил штурмовать театральный вуз. Пройти в школу-студию МХАТ Алексей Гуськов сумел с первой попытки. Здесь он совершенствовал свое мастерство на курсе Виктора Манюкова. После удачной дебютной работы в ленте «Личное дело» судьи Ивановой его пригласили на роль бандита в фильме «Волкодав». Блестяще справившись с этой работой, артист стал очень популярным. Но у подобной славы обнаружилась и обратная сторона. В течение нескольких лет Гуськову предлагали роли, напоминающие этого персонажа. Стараясь несколько отойти от надоевшего бандитского амплуа, Алексей Гуськов на некоторое время даже оставил кинематограф. Этот перерыв продолжался до конца 90-х. Прорывом стала роль талантливого бильярдного игрока в фильме «Классик», где режиссеры увидели Гуськова в ином ракурсе. Многие поклонники отмечают, что по-настоящему талант артиста раскрылся в фильме «Граница таежный роман». Эта лента Александра Миты примечательна и тем, что над ее созданием Алексей Геннадьевич работал также и в качестве продюсера. С этого момента в карьере артиста наступил резкий взлет. Алексей Гуськов часто появляется в кино и на телевидении, а также пробует свои силы в качестве продюсера. Наиболее яркими работами стали фильмы «Дневник убийцы», «Заколдованный участок», «Турецкий гамбит» и другие. Итальянские телевизионщики доверили российскому артисту воплотить на экране роль главы Римской католической церкви Анна Павла II. Претендентами на главную роль в фильме «Он святой он человек» значились Мартин Шилл и Ричард Дрифус. За 27 съемочных дней Гуськову довелось побывать в местах, где жил король Войтыла. Какой бы персонаж не достался Гуськову, положительный или отрицательный, на экране предстает человек с твердым характером, волевой и сильный. Высокий, рост Алексея, 187 сантиметров, вес около 90 килограммов, харизматичный мужчина одним движением брови способен передать психологизм драмы, а улыбкой – комичность или двусмысленность ситуации. Помимо актерской профессии Алексей интересуется политикой. Он присоединился к партии «Единая Россия», сторонником которой был с 2001 года. В 2016 Гуськов вошел в состав Генерального совета организации. Актер был женат дважды. Впервые он связал себя узами брака, еще будучи студентом школы-студии МХАТ. Женой стала девушка Татьяна, с которой Алексей познакомился на улице. Она не имела ничего общего с искусством лицедейства, но легко влилась в компанию Алексея и приходила на все студенческие спектакли. От брака с Татьяной Гуськовой у актера осталась дочь Наталья, с которой он поддерживает теплые отношения. Второй женой Гуськова уже много лет является актриса Московского театра имени Вахтангова Лидия Вележева. В семье выросли двое талантливых детей Владимир и Дмитрий. Володя окончил Щукинское училище, стал актером и сейчас играет в театре имени Маяковского. В 2016 году он с супругой подарил счастливым родителям внучку Стефанию. Дима решил получать высшее образование во ВГИКе, куда поступил на продюсерский факультет. От имени Алексея Геннадьевича в Инстаграме и Фейсбуке ведутся неверифицированные аккаунты, где публикуются последние новости из жизни артиста, фото с творческих встреч и со съемок. Сейчас Гуськов продолжает пополнять свою актерскую копилку значимыми проектами. К последним картинам с его участием относятся драма «Порт» и комедия «Элефант». В 2019 году стартовал показ спортивного боепика «Лев Яшин вратарь моей мечты», в котором Алексей исполнил роль тренера Михаила Якушина. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok